Один код от Германа на 7 дней доната, 152 кода и с последующими 50 лайками будет прибавляться еще один код. Но мы еще раз приветствуем всех наших дорогих зрителей. Вот только вернулись к нашим жарким легендарным пацанам, нас за 200 человек. Мы рады вас видеть, всех, кто у нас давно не присутствовал на трансляции. Всем-всем-всем привет огромный. Ну и давайте смотреть за картой убежища. Так, ну и что, соответственно, за атаку начинает команда Art of Execution. И, кстати, дважды игралась эта карта в финале Сепкилл Винеров и в гранд-финале седьмого сезона. На двух картах подряд команда VX была сильнее своего оппонента. Но вот теперь, ну на третий раз, на третий раз команда VX сейчас снова попытается своего соперника как-то вот обронить и попытаться уже заклеймить за собой звание чемпионов на карте убежища. Но пока что три фрага подряд делает команда Art of Execution в центральном коридоре. Свид остается вдвоем с Гантелей. Два Ауга. Ну и здесь, конечно же, Тео делает еще один минус. Свид 1 в 5. Здесь Урайден уже поджидует. Ну, отличный фликшот реакции от Никиты Адлейникова. И ситуация 1 в 4. Но по нему есть вся необходимая информация. Бомбы ставят. Ну а там Олег Ановнен просто закрывает своего оппонента и делает счет 1-0. Но здесь очень уверенная игра была именно под Б-плейн. Там парни с боковой вышли очень агрессивно. В антапами просто раскидывали и секретрум, и выходами до. Раскидывали хаешки. Но давайте смотреть за продолжением. Сейчас, мне кажется, АУ и Экзе будут потихоньку менять свою страту. Но пока что выход на длину все-таки будет от Райдена. Тео по-прежнему играет по коннектору. Но вот, кстати, заметил то, что Тео с Фридом поменялись немного позиционкой. Ну, опять же, это из-за того, что у Ановашки теперь пересел. Ну, понятно. Ну, ладно, полетели прокиды. У нас сразу же по боковой. Есть минус уже по Тео. Пока что это явный минус для команды Вейвиктас и Эспорт. О, для команды АУ и Экзе. Ну и сейчас, кто же найдет очередной фраг на карте? Если в очередной раз забирают Вейвиктаса, то, мне кажется, втроем парни просто через одну точку вломятся под бомбсайты. И будут его удерживать. Если же АУ и Экзе, возможно, будет еще и гранат-стрел. Так, ну что, здесь опять же Эмка в очень хорошей позиции, на самом деле, для себя. И дымочек войдет. Вейвикт теперь, я думаю, прекрасный. Ведь в маде находится его оппонент. Фрид подбирает УА-193, который Тео оборонил буквально минуты ранее. Ну, а Тео есть минус по Вейвику. Вот он поджим на шорт был. И здесь выход на лонг плюс коннектор. Ятаган и Фрид излюбленная. Вот это дуэль. Ятаган выходит из нее победителем. Так же, в целом, и команда Вейвиктес берет первый раунд на обороне. Но, опять же, я уже, наверное, любитель часто говорить эту фразу. Но, тем не менее, она отражает полностью всю реальность, которая сейчас происходит. Хорошо, что не отпустили Вейвиктес команду в Экзе сразу далеко по нескольким раундам. Потому что догнать было бы с моральной и с физической точки зрения очень тяжело. Команда, которая умеет набирать ход и которая очень редко теряет вот эту нить игры, когда они уже, знаешь, так скажем, все, разошлись. Они пошли по полной программе разносить соперника. Так, а Вейвиктес это та команда, которая очень редко отпускает хорошее преимущество. И Вейвиктес это прекрасно понимает. И поэтому 1-1 это прям очень хорошо пока что для Вейвикса и Спорт. Но там УЗИшки, огромные проблемы с ХАЕшками на шарте. Там МК его закидал. Ни одну просто позиционку не угадал, куда надо убегать Олег. Но, тем не менее, от Фрида. Есть минус также по гантели. Надо зажимать здесь МК. Пошла Аркада. Фрид идет, идет на уверенности. Находит минус все-таки. Но и сейчас надо давить далее Б-плейнс. Боковой будет выходить у нас Райден и Вейзик. И там Зомби. Уже находится на секрет-руме. Есть по нему информация. 3 хп остается от Итагана. Есть минус Томас Шейн. Отличный сейв. Но Райден далее разменивается по Зомбиусу. Но здесь Итаган неумолим просто. Есть минус по Райдену. Но и сейчас Тео остается у нас один. Пойдет на пески. Но по нему есть инфа. Там уже Свит просто его готов был принимать. Ну и по сути Тео бы уйти отсюда вообще по-хорошему. У него 42 патрона было. Мог уйти на Аплейн, поставить фугас. И сыграть на упорный датам с машины, допустим. Или отыграть под коннектором. Но тем не менее принял решение стреляться на песках. И все-таки 2-1 за Вейвиктес. Да, ну давайте смотреть. Давайте смотреть. Фрид. Опять же будет сейчас оборонить позицию меда. Поджима. Там М-ку у нас любитель поджимает. Либо опять же шорт. Либо боковую. И М-ка в этот раз играет очень открыто на самом деле. Видимо какая-то заготовочка от команды Вейвикта сейчас будет в обороне. Гантели в принципе и по дефолту играет на больших песках. Итаган на коннекторе. Свит. Лонг. Но вот обычно мы с вами видим, как Итаган еще и по длину любит выходить. А Свит уже играет непосредственно под вторые ящи на планту. Либо на лестнице вообще ближе уже к погрузчику. Сейчас же вот этот открытый стиль команде Вейвиктес может принести дивиденды. И вот Итаган находит минус уже по Тео. И длина пока что не может найти размен. Там 3 игрока уже очень мобильные. И тут все команды Вейвиктес. Здесь забирает первого. Правильно, забирает второго. Гантель на 61 кп делает размен. Но ситуация 3 в 1 для Зомби с Кириллу Шрамовым. И ему здесь придется, конечно, очень тяжело. Но там очень жаркая перестрелка была именно под апплейнтом. Зомби потерял абсолютно всех своих тиммейтов именно с этой точки. Выходит на перестрелку Меда, где его уже готовится принимать Вейзик. Вейзик 18 кп. Просто прифайр должен быть. Ну да, Вейзик попытался прифом ликвидировать своего соперника. Но не удалось. То есть Кирилл находит фраг и возвращается обратно на мидл, где будет стреляться против Фридоса и Райдена. Пытается давать прифайры, но только лишний раз дает о себе информацию. Просто полетел приф от Райдена. Выход от Фридоса с БТР. И 2-2 сравнялись в очередной раз АО Экзем. Так, ну что, давайте смотреть далее. 2-2, и это пока что, знаешь, это не в плюс команде АО Экзем. Надо здесь выходить хотя бы в раунда 2 отрыв, чтобы в итоге первый план закончить в преимуществе для себя, потому что атака именно сильная страна. Это такой матч между равными командами. Здесь, опять же, если оборона будет очень близка к атаке, если она еще и выиграет ее, то абсолютно вообще непредсказуемые вещи могут твориться. Но вот есть еще один минус. Это уже 5-3, уже 4-2. И Фрид будет давить до Талова в Б-плен, где уже находит один минус. Он знает, что у Гантеля играет в Секрет Руме, но вот Райдена бы еще на всякий случай подсказал. Но Гантеля здесь выше, сияческих похвал. Ставят две головы в соло, закрывают Б-плен и добывают раунд номер 3 для команды Вейвик. Но пока что у нас качели проходят на первой половине, выбирать именно третий раунд для себя. Но сейчас мы узнаем, прав я или нет. Пока что позиционка остается прежней. Тео отправляется под коннектор Райда на длину. Но и сейчас посмотрим, как Свит вместе с Итаганом смогут закрыть выход Аплейнта. Свит с Аугом будет принимать дальнюю дистанцию. Естественно, это лонг, но здесь, опять же, садится, ну, можно сказать, на пиксель. Одна голова у него торчит. И, в принципе, если будет какой-либо прев от Райдена при проходе длины, если вообще таковой проход будет, то там у Свита могут возникнуть большие проблемы. Зишка также перетягивается, но как-то длину вообще... Ну, не то, что полностью отпустили. Вот до последнего момента там никого не было. Зишка только сейчас перетянулся. И, судя по всему, это выход Б-Плейнта будет через мидл. Там Тео пошел на перестрелку, находит минус по М-ке. Тео, даблкил Тео! Триплкил находит для своей команды. Ну и пять в два. And this is our Han Invincible. Ну и здесь Зобес также тремя киллами отвечает. Да ладно, ну здесь... Да ладно, четвертую голову Зобес. Что ты творишь? Ну, Кирилла, я уже об этом говорил. Это молодой человек железная бета. Это не железный человек, но это железная бета. И, слушай, он просто мансовался за одной машиной. Две стороны принял в одиночку. Четыре головы. Ну, это, конечно, просто сумасшедший результат. Ну и здесь Зи примерно знает. Тамел, где выйдет Свит, и Свит! Один с КП остается и ставит точку в этом раунде. Очень важное преимущество. И очень важный четвертый раунд для команды Вейвиктеса сейчас имеется. Они выходят в очень хорошее преимущество. Четыре-два. Смотрим далее. Согласен, согласен. То, что этот раунд был очень важен сейчас Вейвиктесом. Ну и сейчас, мне кажется, даже по морали немного должны будут густануться Вейвиктесы. Но АУХЗ это та команда, которая как отдала, так и забрала. Ну, поехали смотреть. АТ OpenFrag погибает Итаган. Но как-то пока что Томас пытается вообще во фраговое голодание загнать. Он должен сидеть постоянно где-то. Его пытаются ликвидировать первым делом. Да, у него есть пять фрагов. Но, тем не менее, мы с вами знаем то, что Томас за этот промежуток времени может наколотить гораздо больше. А вот Тео пропустили через мидл. Он уже занимает пески. По нему информации у Зомбиеса вообще никакой нет. Пошел демэш. Да ладно. Прощает еще Тео Зомбиеса. Отходит назад. Правда, у самого Тео остается один хп. Ну и выход под АП будет или нет? Да, но здесь, во-первых, позиционка очень опасная. Потому что Свит и Гантели играют очень растянутые. Свит играл под лонг. Гантели играл закрытие мидла. И Гантели находит два минуса. Но Фрид здесь с АУГа-то вообще не прощает. Какая ему разница? АУГ или Увашки? В принципе, и так, и так у нас стреливает. Так вот, о чем я и говорил. Что вот из-за того, что центральный центр-бэк игрок команды Вейвикс, именно Ятаган, здесь потерял свою позиционку. Вейвикс очень много потеряли в преимуществе над картой. Потому что никто не смотрит коннектор. Вынужден один игрок с песком по-любому акцентировать внимание на миду. А второй должен смотреть лонг и коннектор, соответственно. Здесь даже с двух позиций, когда выходят ребята, у них нету какого-то строгого понятия, куда им направлять свой прецел. Потому что соперник может и оттуда, и оттуда по-любому таймингу выйти. И вот, конечно, Ятагану здесь погибать вообще ни в коем случае нельзя. Вообще ни в коем случае. Если сразу размены нет, то это, по сути, каждый раз будет падать аплэр. К Зомбису они ходить не будут. Потому что, ну, Зомбис это Зомбис. Согласен. Ну что же. Посмотрим, как сейчас будут отыгрывать четвертый раунд для себя игроки команды АОХЗ. Ну и ликвидируют ли первым делом здесь Ятагана. Гантеля потерял очень много процентов здоровья вместе с Вейзиком. Но, тем не менее, у Вейзика это дела все хуже и хуже. Буквально 1% здоровья у него остается. А Гантеля еще, в принципе, может в открытую постреляться со своим соперником. Готовятся на прокиды. И здесь Вейзик будет по максимуму помогать своим тиммейтам при выходе именно апплейнта. Да, давайте посмотрим, какой будет выход под эти хаешки. Вот здесь Тео готовит хаешку ровно под коннектор. Там Томас Шейн уже выходит на аркаду. И надо заходить. Надо заходить. Но здесь хаешечка как раз-таки падает в ответку. И Тео не смог вовремя засаппортить. Но там Зишка справляется самостоятельно. А вот это вот действительно уже очень опасно. У Гантеля остается ровно 5 хп. Но и здесь, ой-ой-ой, Эмка крайне вовремя подоспел. Но и хаешка от Зомбиса еще. Такая магическая подлетела под Вейзика. И это 5-3. Уже первая половина за командой Вейвиксис остается. Всего лишь один раунд забрать. И будет вообще двукратное преимущество по раундам. И у Вейвиксиса это прям очень хорошая заявка на самом деле. Будет на победу на карте убежищ. Потому что в обороне забрать шестерку. Но это дорогого стоит. А тем более у команды, которая две карты подряд у тебя выиграла. Причем в очень важных стадиях. В сетке Венеров и в гранд-финале. Поэтому Вейвиксис победа со счетом 6-3 может окрылить. Ну очень сильно. Ну что. Пошли. Пошли смотреть за этой шестерочкой. Будет она все-таки или нет. Вейзик тем временем уже играет по боковой. Но вот как-то Андрей пока что отсутствует. Вообще не знаю где он. Как вот что с Андреем. Почему его перед матчем не покормили. Но надо тащить конечно Андрею. Его сейчас явно не хватает команде. Зишка открывается на длину. Пошла перетрелка против Света. Но Свет очень опасно здесь действует. Туда еще и ХАЕшки направляются. Так что здесь Свет должен отходить назад. Но тем не менее у него это не удается. Есть неплохой минус. Выход за спину. У нас тем временем имеется от Ятагана. Но и по нему есть инфа. Ой-ой-ой-ой-ой. Но здесь развалили и Мит, и Лонг полностью. Зишка остался один. Он может конечно потащить. Но там просто очень много стволов уже идет его атаковать. И от зомбиесов все-таки есть минус. И это также шестой раунд в активе Вэй Виктуса. В 6-3 загорается счет на табло, дорогие друзья. Но и сейчас... На смене сторон отыграется Ли АОЭкзен. Было. Было уже такое сегодня. То, что АОЭшки отдавали двойное преимущество своему сопернику. Но камбэчили потом. Повторится ли? Ну, посмотрим. Мне кажется, здесь Вэй Викс очень хорош. Вообще ход набрали. И им главное, самое главное сейчас в их игре, в их геймстайле не терять концентрацию на карте. Потому что, да, действительно 6-3 это такой, так скажем, головокружитель. Немножко успех, я думаю, для них в первую очередь. Я думаю, сами они не ожидали, что вот так вот хорошо на обороне получится выступить. И поэтому очень важно сейчас соблюдать, так скажем, все пункты настоящих киберспортсменов. Это бдительность, это, конечно же, концентрация и умение быстро подстроиться под стиль соперника. Тем более, что АОЭкзен очень часто пропагандирует вообще у нас закрытый диффанс. Это мы неоднократно видели на протяжении сезона. Ну и вот Тео может это доказывать из раза в раз. Правда, сейчас ему, так скажем, роли отвели немножко пассивную, не совсем привычную для Архана. Но, тем не менее, Архан пока что крайне продуктивен в лайнапе команды АОЭкзе. И сейчас Вивиктеса сами, на самом деле, не особо-то и торопятся. МК-1 отправляется под Б-плэнт, но он играет на своей сигнатурной позиции. Поэтому здесь от него даже и минус 2, и минус 3 можем увидеть. Но там Фрид пытается закрывать выход МИДА, где как раз-таки работает у нас и Свит, и Таган. И здесь Фрид может немного просесть. Здесь все-таки с Аугом против Фа воевать неудобно, от Зомбиеса есть минус по Тео. И Таган тем временем направляется на выход коннектора, находится в упоре. Хаэшка неплохая, но пытается отходить назад. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, но тиммейт спасает. Вот просто огромнейшее спасибо. Я думаю, Таган должен сказать сейчас Свиту за этот преф просто. Ну и в соответствии то, что Таган смог уйти. Ну вот сейчас будет перетяжка на П-плэнт, я так понимаю, где Райден уже принимает. Фугас будет установлен, уже, точнее, установлен. И Райден находится в секрет-руме. Есть примерная информация о его местонахождении. Свит пошел стреляться и погибает. А вот здесь уже очень опасная ситуация становится. Райден на Зи находит по минусу. МК, Зомбиес и Гантели остаются втроем. Падает Гантель, но Зомбиес, благо, на размене. А вот минус Кирилл и... Ну это МК. Это МК из 60 патронов парных у вас. Слушай, но здесь нет, 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 нет. Я думал, если честно, МК здесь может раздать вполне бодренько. Но очень хороший именно тайминг, втроем законтролили командовый XS его последний оппонент. Это по таймингам вылезли абсолютно со всех позиций. Ну и просто здесь МК, как бы он хорош не был, здесь по сути было невозможно. Ну и, конечно, если только быстро мышка вот так вот по столу как-то елозит налево-направо, то может еще и получилось бы. Ну и вот снова Тактилайт в исполнении Виталия Попова. Здорово. Без слов, без комментариев. Здорово, здорово, Свит. Как твое ничего? Ну и теперь будет закрывать как раз-таки этот мост на Миду злополучный. Но соперник в очередной раз оставляет одного М-ку под позициями Б-сайта. Ну там Райден просто красавец. Через смоук ставит пачку своему сопернику. Томас Шейн теперь принимает решение уйти с коннектора на мидл. И здесь он вполне может попытаться закрыть Фридоса. Да, он выходит к нему просто за спину. Есть минус от Итагана. Итаган даблкилл, Тео разменивается. Ну и здесь уже сами игроки команды OXF все-таки периодически позволяют себе выходить на аркаду. Вейзик просто божит сейчас. Сапплейнта, Сэйвит, Лонг. Два раунда забрали. Вот, пожалуйста, о чем я и говорил. Было уже такое дело, когда Вейвиктесы были в двойном преимуществе. Но два раунда отыграно. И преимущество теперь составляет всего один раунд. Да, ну и вот Вейзик включается. В тот момент, когда это действительно было нужно. Но здесь я думал, быстрый раунд будет в исполнении команды Вейвиктес. Нет. Зомби Саганталия, в принципе, по дефолту играет на своих позициях Лонга. Итаган вместе с МК Чайкает выход на коннектор. Где-то его, опять же, может допустить ошибку, да, ввиду своего горячего, такого темперамента. Восточного парня любит, любит Архан, конечно же, поджать лишний раз. Но я думаю, парень уже с таким вот опытом прекрасно понимает, чем может это закончиться. Ну и вот это заканчивается минусом от Итагана. И там, причем, две УАшки играли. Это МК Итаган, как я говорил ранее. И выход с плитом под Аплент. У Вейзика проблемы. Вейзик падает. Но размен после смерти уже есть. А вот Агиталия Бобова. Снова минус. Так дела, это еще был близок к этому минусу. Но там Си приходит. Размен есть и Итаган. И это 3-2. Но по ХП все пока что неплохо. Но Фрид пытается защелкать своих соперников именно под Аплентом. Есть информация, что и на коннекторе находится энеми. Но, тем не менее, фугас уже был установлен. И сейчас надо что-то делать. Надо атаковать. Но явно это должен быть не первый Фрид. Он все-таки с кемпой идет. Да, открывается первый Райден. Есть неплохой минус. Есть информация по коннектору. Райда на Свид остается один. Идет на перестрелку. Но Фрид его все-таки не прощает. Вот только с Фридоса переключился на Света. И сразу же Фрид пошел крашить своего соперника. 6-6, дорогие друзья. Мы с вами наблюдаем сейчас на табло. Это очередной камбэк от команды Ауэкзем. Ну и сейчас посмотрим, смогут ли они вырваться вперед. Или же все-таки в очередной раз Вейвиктасы завоюют преимущество для себя. Но на протяжении трех раундов Свид, Эмка и Гантеля просто отсутствуют в игре. Но здесь правило трех раундов должно сыграть на самом деле. И как мне кажется, если команда Вейвиктис сейчас не заберет раунд номер 7 для себя, это будет тактическая пауза. Потому что проигрывать вообще им сейчас нельзя. Тем более в такой ситуации, когда вывели 6-3 на слабой стороне. И здесь сразу же соперник перехватывает инициативу полностью. Ну и вот Таеву, 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 Таеву. Да, Максим, Таеву, вот эта вот привычка Аркадий сейчас приносит ему опять же минус на длине. И звено Гантеля Зомби спадает. Правда, есть минус от Ятагана, а ТМ-ки также минус-ложки работают просто на славу команды Вейвиктис. А вот проблема теперь по хелсбару у Фрида. Ну и давайте смотреть, что будет выход под Бен. Но здесь пока что Райден хоронит первого. Вот там два игрока уже. Это Эмка и Ятаган. Вот это злостное звено. Но там в спину должен кто-то приходить. Нет, никто не приходит в спину. Это 2 в 2. Но Эмка должен делать минус. Было близко. Было близко, конечно, от Виталия Попова. Но тем не менее, опять же, тащить этот клатч-раунд. Эта ноша падает на плечи Вейзика. Ну что, Андрей, давай показываем мастер-класс. Правда, там у Ашки одни, и у Эмки, и у Ятагана. Так что здесь с Аугом будет тяжело. Есть информация по Итагану. Неплохой демош, но остается 1 на 1 против Эмки. Надо вантап ставить. Но нет. Нет и еще раз нет. От Эмки есть минус. И все-таки семерочку для себя забирают. Но я думаю, пока что без тактической паузы обойдемся. И правило трех раундов сработало. Ну слушай, ну здесь опять же вот две огневые мощи. Свит и Гантели пока что вообще из игры полностью выпадают. За 4 раунда ни одного минуса у парня нет. Не знаю, здесь можно, в принципе, этих ребят немножко по другие позиции как-то поставить. Да, возможно, где-то у них сейчас не залетает. И под условной там, если длиной играл Гантели, то возможно переместить его куда-то в район центрального коридора. И возможно там еще и Фридо так-то перестреляет. Кто знает. Фридо все-таки с тактилайтом может промазать. Он умеет мазать. Но, правда, чаще всего попадает. Конечно, тоже часть проблемы для команды. Здесь снова выход от коннектора. Здесь Тео должен давать информацию. А здесь еще и Сишечки. Ай-яй-яй. Архан, Архан. Но там сейчас на Меду будет очень неприятно. Там и Свит, в принципе, готовится принимать Фридоса. Точнее, Фрид готовится принимать Свита. Хаешка под Никиту отлетает довольно неплохая. Выход как раз-таки коннектора имеется. Пошла перестрелка. Неплохой минус у нас все-таки имеется от Тео. Далее пошла Халпа уже со стороны команды АО и КЗ. Ну и все-таки седьмой раунд. Буквально в считанные секунды забирают АОшки для себя. Да, была подготовка довольно долгая от Ваевиктусов. Закидали Хаешками. Пытались выходить префайрами. Как-то находить для себя минуса и выходить в преимущество. Но, тем не менее, АОшки справились на ура со своим соперником. Ну и сейчас Аркада Тео. Зря. Очень зря. Да, это реально сейчас может подкосить. Потому что уже выходит сплит в Аплэн. Хитаган ставит моментально хэдшот по Везяну. Ну и здесь команда АО и КЗ по сути остается безоружной. Ну а вот от Фридоса была попытка минуса по Хитагану. Здесь опять же очень много гранатов прилетает. Фрид уже остается очень битым. Ну и Хитаган по нему сейчас еще и минус найдет. Да, Хитаган забирает Виталия Попова. Это 5 в 2. И Зи Райден, ну мы уже с тобой видели, как они берут раунд 2 в 4, по-моему. И тот раунд мы очень сильно ознаменовали. Как какой-то один из самых классных таких ретейков в раунде. Но сейчас этого не происходит. Это раунд номер 8 для команды Вейси Спортс. 8-7. Ну что, 8-8 или маппоинты для команды Вейвиктес. Посмотрим. Но сейчас команде АО и КЗ, мне кажется, очень сильно хочется закончить вообще это противостояние со счетом 2-0. Ни в коем случае не переходить на третью карту. Надо подножать. Сейчас будет парням из команды АО и КЗ. Томас Шейн пытается очень агрессивно играть на коннекторе. Он понимает, какой соперник ему там противостоит. Он понимает, что здесь играет Тео. Пытается ему закрыть обзор с маками. Пытается откинуть его хаешками. Но, тем не менее, Тео пока что не сдвигается вообще с этой точки. И Таган идет дальше над добиванием. Но здесь Тео все-таки вышел с префом. И Таган вынужден был отойти. Но, судя по всему, то, что там Свит и Эмко ушли в район Б-сайта, возможно, попытаются надавить на Б. Но здесь опять же ждут голов от длины в исполнении Гантели и Зомби. Но вот пока что, ребята, не получается. На тимиспал Пунту. Зато Тео вторая попытка была реализована на Ура. И здесь перетяжка уже под Б-плент. Эмко занимает непосредственно сайты. Райден закрывается в секретруме. Он здесь просто должен жить и ждать хилпу, погибать вообще. Райден не имеет права. Все, он дает информацию, что Пунту уже есть игрок. Ну, а здесь уже и Свит будет выходить из-под погрузчика. Но приходит Зи. И сразу же падает Свит, Свит. 50 хп также на 50 хп на Рейден и Райдена. Но Райден здесь умрет. Приходит Таган. Очень важнейший минус сейчас делает. АТео размен. Виталий также заходит через шорт. Месяц с Тео забирает еще одного панета. Ну и Эмко. Оу! Боже мой! Что? Виталий! Это было больно. Аааа, Виталий, ну как он это делает? Я просто несколько раз переключался на то, чтобы зачекать, когда он принимает мидл. Просто все в молоко с кемпы. И здесь просто выходит с питоном и в антапом лепит своему сопернику хэдшот. Что это такое происходит, я просто не понимаю. Но тем не менее, это 8-8 на табло. И по-прежнему команды находятся на равных. Ну что? Кто же возьмет заветный раунд преимущества для себя и оформит уже небольшую, как я уже люблю говорить, страховку. Да, то есть в любом случае поражения не будет, а будут допы. Но посмотрим. Посмотрим, как сейчас пойдут. Фрита опять же пытается играть на мидл. Его опять здесь откидывают смоками. Но Эмко проходит. Эмко проходит на шорт. У него есть информация, что здесь принимает Райден. Но Райден очень много свапов девайса провел. И в соответствии поймать соперника не смог. А Тео минус по Эмке. Но сейчас надо занимать именно позиции альфы. Здесь один вейзик. Там и на длине находится соперник. И под коннектором. Нужна халпа. Хаешки летят под альфу. Вейзи живет до последнего. Находит минус. Гантель разменивается. Свид есть также фраг. Ну и Райден 1-2. А вот и девяточка на счету команды Вейвикс. Но здесь Ятаган, конечно, вместе с МК Дуай. Цуашки работают. 19 фрагов на двоих у Эмки Ятагана. 9-8. Ну что-то мне подсказывает, что здесь допы тоже очень близки. Но команда Вейвикс, я думаю, сейчас будет сконцентрирована просто на 200 тысяч процентов. Хорошая граната Пид Виталия. Попова 13 хп, правда, всего лишь снимает. Но, тем не менее, 13 хп на далекую перспективу может даже оказаться и не лишним. Очень часто мы видим ситуацию, как остаются игроки на лох хп на 5, на 1, на 10 хп и так далее. И вот эти 13 хп очень даже на протяжении этого раунда могут оказаться не лишними, которые сейчас потерял Виталий Попов. Но аккуратный раунд. И опять же Ятаган будет пытаться играть через коннектор. Это выход в аплент. Уже выход в аплент есть. И у Вейсика здесь проблемы просто невероятных. Клубару есть размена. 3 в 3 ситуация на карте. И выход под аплент будет. Фрид пока что пытается закрывать этот выход аплента через мидл. Хаешка под коннектор. Но, и тем временем, аркада уже имеется от Зишки. Зишка пойдет за спину для Ятагана. Фрид по-прежнему отыгрывает от машины. Но здесь два ствола. Зишка быстрее, быстрее. Нужна халпат. Фридоса есть минус. Ятаган моментально разменивается. И Томас Шейн уходит обратно на коннектор. А здесь Зишка. Здесь его будет принимать. И это все-таки дополнительные раунды на второй карте. Противостояние АО Экзеева и Виктус Еспорт. Вот оно, вот оно то, что мы так долго с вами ждали. Две карты, две очень жаркие карты, двое допов. Ну, сколько серий понадобится командам на этой карте, чтобы выявить все-таки лучшего, чтобы выявить победителя. Пока что вопрос для нас, дорогие друзья. Новые Виктусы пока что остаются в атаке. А ОЭкзе в обороне. Ждут ли нас такие же качели сейчас? Пока что задаюсь этим вопросом. Если честно, вот хотелось бы видеть вот опять такую жаркую игру. Я, да. Я согласен. Я с тобой полностью согласен. Ну, опять же, зомби Ситаган и Свит сейчас обсуждают. Опять же, последний момент, что сейчас в последнем раунде пошло не так. По какому сценарию сейчас пойти. Я думаю, все-таки вот на мидл надо как-то делать акцент. Ребята очень часто вообще пытаются и выйдить Виталий по полному. Виталий действительно очень опасная такая неприятная вещь для команды Вае Виктус. Когда он играет тем более со снайперским девайсом. Но здесь, я правда не видел, МК Брал у нас все-таки кемпу летят. Я думаю, здесь ответочки не будет. МК, наверное, все-таки это АВП карты Миттаун скорее. Да. Просто АВП. Поэтому здесь нужно искать выходы решения проблемы. Согласен, согласен насчет АВПки. Но и сейчас Вае Виктусы в очередной раз Аплейн попытаются запушить. Но здесь, кстати, немного и меняют свои позиции. Если Фрид принимает сверх песков, он пытается принимать как раз-таки выход моста. То ТО отошел на мидл. Но возвращается обратно на коннектор. Очень много хаешек и смоков отправилось сейчас под Аплейн. По-прежнему здесь пытается жить Вейзе. Пытается жить ТО. Но там Гантели играет очень опасно. Он потерял, конечно, основное количество своего хелсбара. Но, тем не менее, находит минус от Эмки. Также фраг по Тео. Очень хорошая хаешка от Фридоса. Фрид пока что с Аугом. Будет ли менять девайс, пока что неизвестно. Открывается Итаган. Но Томас, ну попадать-то надо как бы. От Фридоса даблкил. Свит разменивается. Зишка также подоспел на Хлпум. Но это 2 в 2. Да, ну здесь 16 патронов. Еще в парных УАУ Зибона. И смотри, какой хелсбар-то у Свита. Зибоны ставят точку в этом раунде. Это 10-9 в пользу команды Art of Execution. Команде Вейвиктис надо срочно что-то делать по Аббэпленту. Не получается. Ни мидл, ни Аплент. Они этот Аплент, я уже не знаю. Там распотрошили весь вдоль и поперек. Но вот все-таки очень быстрое смещение. Подстраховка в виде кемпы от Виталия Попова. Часто, очень часто, невозможно, часто ломает планы команды Вейвиктис вообще на раунд. И здесь, да, выход по Аббэпленту все-таки есть. Услышали, услышали меня команды Вейвиктис. Ну вот есть минусы от цвета, правда, один размен, но он ждет Тео. Он ждет Тео специально. Ну там уже из шарта приходит один игрок, ну все. И здесь выход по Аббэпленту должен быть уже. Уже должен был быть очень долгий Вейвиктис. Но там Фрида, я не знаю, как простили вообще на миду. Ему буквально оставили там 6 патронов. О, 6 патронов. 6 ХП. Томас Шейн пытался его перестрелять. Но, тем не менее, Виталий уходит. И Виталий за такое может не простить сейчас просто. Он снайпер, для него не важен. Холсбар, он, в принципе, вантапит своих соперников. Ну и сейчас давайте смотреть, что покажут. А ушки закрываются просто под бета. И Зомбиас находит минусы-таки по Вейзику. Фрид и Зомбиас 2 в 2 на данный момент. Да, конечно, Холсбар превосходит у Вейвиктисов. Но посмотрим, как Виталий вместе с Олегом отыграют. Завсегдаты вообще. Тиммейты очень давно вместе. Я думаю, здесь синергия не должна будет быть нарушена. И парни отыграют на ура. Но пока что Итаган остается в плейнтон. Понимает то, что там снайпер. Ему не надо открываться на мидл. Ему не надо открываться на мидл. Зомбиас также подлиннее. Но все-таки выход коннектора слышит это прекрасно. Зомбиас дает инфу. И от Итагана уже есть минус. А, эй, ну здесь времени. Времени просто. Виталий Попова не хватит, на самом деле. Даже если убьет Итагана, то и не успел бы разминировать. Ну и Итаган очень в классическую для себя манере берет раунд. Ну, я-то красавчик, конечно. Здесь ничего не скажешь. Просто очень жестко стреляет Томас Шейн. И это 10-10 на табло. Последний раунд. Первая серия топов на карте Убежище. Ну и вот в целом-то раунд был сыгран под Аплент. Но очень хорошо забавили под Б. Выходом команды Вейвиктис. Но давайте посмотрим, что будет в очередной раз. Но здесь пока что стояние. Пока что стояние. В ожидании ошибки от команды Art of Execution. Которой пока что ребята не собираются, судя по всему, делать. Но вот Фрид играет непростительно открыто. Свит должен по нему сейчас работать. И, по-моему, его Виталий видел. Но Эмка должен прощать. Нет, не прощает. Ну вот здесь Виталий, конечно, занял очень открытую позицию для себя. В соответствии отыграть с нее не удалось. От Эмки есть минус по Сишкин. Но сейчас оборона пока что у команды АОХЗ начинает проваливаться. Этот раунд надо забирать. Причем очень срочно для команды АОХЗ. Он нужен. Но и сейчас Райден. Отыгрывает с Песков. Находит минус от Тео. Но далее Свит разменивается. Все-таки по Райдену. 2 в 4 ситуация. Тео уже находится на шарте. Сейчас у него за спиной находится Гантеля. Навряд ли его зачекает. Свит Секретрума принимает. Есть минус от Гантеля. Остается один Вейзик. Ну, Вейзя. Поехали. Вспоминай, как тащить. Нет. Нет и еще раз нет. Говорит Зонберс. Не вспомнил. Да. Миссия успешна. Так, ну это 11-10. Командовый Вейзик все-таки берет 2 раунда в атаке. Вот эти вот действительно нужные 2 раунда. И команда Вейзик должна теперь что-то сейчас думать. Как им отыграть в атаке. Потому что атака действительно была у них слабоватой. 3 раунда они всего лишь забрали. Ну, в принципе, 3 раунда и Вейвикс тоже забрали в атаке. Вот на допах, правда, включились довольно неплохо. Но если сейчас Вейзик, я не знаю, что он там будет брать. Потому что он полез в магазин, в инвентарь дальше. Возможно, мы какой-то девайс другой видим от Андрея Ильичева. Но здесь, не знаю, какой-то нет, наверное, никакого смысла ни СК брать. Ничего такого все-таки от Вейзика раньше замечено не было. Да, это Аук. Это Аук. Ждем мы Тео. И продолжаем смотреть следующую серию допов на карте Убежища. Ну, хотя бы раунд для себя взяли. Игроки команды АОХЗ все же будет полегче сейчас. Ну, и кто больше ошибок допустит. Сейчас вот чисто игра пошла, мне кажется, именно на это. Кто больше ошибок допускает, тот проваливается очень сильно. Ну, и будет ли третья карта? Игроки команды АОХЗ и Вейвик ТСЕ Спортс по-прежнему пытаются оспорить свое право на место под солнцем, так скажем. Ну, и Свит будет принимать выход на мидл. Там играет Вейзия от Света неплохой префу, имеется уже опен-фрак, погибает Вейзия. Но здесь аркада от Эмки у нас имеется также на боковую. Зишка, ну, мне кажется, догадывается, что соперник мог пройти. Но, да, все, есть инфа. Ну, да ладно, я думал отпустит Олег. Но там еще и зомби есть, а это зомби железная бета, поэтому не надо забывать. Вот там Тео выходит и должен на препаран машину ходить. Там еще и Кантели за вещами. И Кантели уже очень мало ХП делает Тео минус 2. И на КТ быстренько устремился. Свит у нас... А, это Итаган, прошу прощения, Свит Саугом у нас играет под меддом. Через центральные ворота будет играть. Итаган находит очень важный минус. Там очень бит изи и очень ерундовый Тео. Но Тео здесь будет играть, наверное, все-таки на голову стараться. Потому что до дна УАшка. И ему будет очень тяжело это сделать. И есть минус по Итагану. Ну и Свит, Свит падает. Но здесь, конечно, тяжело. Раскайтили, просто раскайтили. Да, 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 согласен. Ну, просто по разным позициям. Что, где, куда, куда, что делать-то? В кого стрелять, ребята, подсказывайте быстро. Ну и в соответствии на этом провалились. 11-11. Вот, пожалуйста, опять же на равных начинается у нас... Начинается это противостояние. Можно сказать, с чистого листа команды пошли в бой. Но два раунда сейчас, если забирают еще игроки командовой Экзе. С гордостью могут поднимать голову, так подбородок солнцу. И идти уверенно вперед. Все-таки первый матч проведен. И будет победа для них. Опять же против принципиального соперника. Но пока что до победы еще топать и топать. Выход на длину. Зишка будет играть роль открывающего. Есть информация по Свету. Но Свет здесь, конечно, хоронен. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как же отлично Вейвиктис работали на перетяжке. Ну, во-первых, и Свет очень грамотно двоих игроков забрал. Там Райт остается один по длиной. Гартель его сразу же закрывает. Но у Вейзика здесь шансов просто, конечно же, нет. Это раунд номер 12 для команды Вейвиктис. И у них сейчас маппоинт. Если они этот раунд забирают, то побеждают на карте убежище. Также довольно считаю, что сенсационно это будет. Потому что они не выиграли очень давно у команды АОЭкзе на карте убежище. Ну, баш на баш. АОЭкзе забрали ПБ. А Вейвиктис могут забрать сейчас убежище. Тео. Полетели смоки на коннектор. Ну, там, в принципе, и Таган сам повергает своего соперника, так скажем, в туман. Сам откидывает эти смоки. Под эти смоки надеется то, что будет работать. У нас все-таки соперник. Ну, нет. Нет, осколочные гранаты не приносят какого-то положительного импакта. Также Фрид битый уже попытался постреляться со своим соперником. 51% здоровья остался. Неприятно. Но надо сейчас, судя по всему, вот то, что перетяжка такая идет полностью именно в район Аплэйнта, сейчас, возможно, удар именно придется по этой позиции. Но там и Таган в аркаде коннектор. Ай-яй-яй. Да, и правда, сейчас Фит падает. Вот это уже опасно. Но и Таган здесь находит минус по Тео, что еще не менее важно. От Гантели еще минус по Фридосу. Ну и слушай, здесь атака пока находится в не самом приятном расположении. Два, ой, три в четыре. И Изи принимает, что ему надо играть в упоре. Но сюда обычные игроки выходят префайрами. А Вейзик-то в спину падает. А Вейзик под Бэплантом, но здесь Итаган. Итаган его должен закрывать. Итаган сейчас просто в спину. Вейзика убьет. Но здесь Добис падает перед этим. Да ладно. Ну, Вейзик, да, конечно же, все-таки сделал свое дело. И два в три выбивания. Ну, тяжело будет выявиться все равно, потому что Олег играет в упоре здесь. Согласен. Но опять же, как ты отмечал, под эту позицию либо префайры, либо хаешки летят. Остались ли хаешки? Пока что это вопрос. Но первым делом врывается у нас парни под машину. Есть минус от Зижки. Райден остается один. Пытается найти минус сейчас по Эмке. Находит минус по Итагану. ХП. Очень мало ХП идет добивать. Все-таки Эмка своего соперника. Патроны кончились. Серьезно. Ай-яй-яй. Ну что, еще одна серия. Это боль, когда патронов ноль. Ничего не скажешь. Победила красная команда. Так, это что у нас? 12-12. Да. Слушай, пока что повторение песчанки. Пока что вот то самое повторение. Команда ОХЗ сейчас продолжит играть за атаку. Напомним, дорогие друзья, потому что я видел там все-таки многие не знают до конца, как производится смена сторон после игры в дополнительные раунды. После, перед, точнее на третьей серии допов смена не делается. Не делается. С, конечно же. С Габелла, дорогие друзья. Всем еще раз здравствуйте. У нас 250 человек. Всем хорошего вечера. Ну и, дорогие друзья, это только первый матч на сегодня. А еще целых два матча BO3 мы с вами увидим. Поэтому все. Только начинается игровой вечер по Энбланка. Вот-вот-вот. Один, Герман. У нас один матч? Еще один. Да, там Strong Wild против Five Elements. Да, на сегодня у нас два матча. Тем не менее, это начало. Тем не менее, это только начало. Поэтому, дорогие друзья, еще следующий BO3. Тем более, да, что... С кем Strong Wild играют? С Five Elements. Я уже слышал. Да, да, да. Я просто, когда посмотрел на этот матч в расписании, я такой, он должен быть на стриме. Я вот прямо предвкушаю. Мне кажется, сейчас опять же, да, вот этот Mind Games, кто кого. Очень классно. Это вот, кто не знает, ребята, победители элитного дивизиона Five Elements. Five Elements. С Wild встречаются с игроками легендара дивизиона команды Five Elements. И Five Elements дважды уже выиграли во втором этапе квалификации по БВЦ команду S Wild. И сейчас третий матч будет. Третий матч, в котором, опять же, S Wild попробует взять реванш. Но возьмут или нет, я сразу же думаю, что, опять же, скорее всего, первой картой будет играться Прованс. Я больше чем уверен. Но ребята еще не черкали, но мы с вами потом узнаем. Поэтому никуда, дорогие друзья, после этого матча далеко не расходить. У вас будет буквально несколько минут, чтобы налить себе чай, принести печенье к столу. И снова вместе с нами наблюдать за самыми красивыми играми, которые освещают для вас Герман Громов, Максим Чейф. Вчера всем добрый вечер, хорошего вам настроения, позитива и бухтового моря. Кстати, насчет Прованса. Я очень жду его между Войвиктой и Сауэкзем. Ну, может, наланим, видимо, если они выйдут веками. Но я думаю, все-таки еще в онлайн-части мы должны будем увидеть эту карту среди этих команд. Они все-таки явно не один раз будут встречаться. А почему? Что, почему? Там же у нас как групповая, по-моему, стадия. Да, сейчас групповая, но потом, мне кажется, все-таки должны перейти на сингл-эллюминейшн. И там кто кого. Не, ну почему? Смотри, там получается по два места с каждой группой выходят на лан. У нас одна группа сейчас. А, у нас, да, у нас одна. Это я еще по старым форматам, знаешь, потому что раньше так было, что мы делали две группы, четыре команды. И там у нас еще и жеребьевка. Потом мы еще думаем, а почему жеребьевки не было? Да, потому что у нас все-таки одна группа. И наибольшее, так скажем, число очков, которые заберут игрокит, то те и возглавят таблицу. Понятно, налан. У нас здесь выход по АБ-пленту уже и падает. У нас зомби, перед этим, правда, сделал на один минус. Падает также и М, что неприятно, но есть вид. Никита Олеников очень хорошо и очень вовремя включился на этой карте, потому что его катастрофически не хватало вместе с Гантелей. Ну, вот, Везик дает информацию, но Итаган здесь на классе просто все сделал, и у Зибона проблема. Огромнейшие проблемы. Но там идет пуш и далее Гантель. Он на песках, но за спиной уже находился Итаган. В соответствии есть раунд в активе команды Вейвиктес. И счет на табло загорается 13-12. Но, хотя зайти именно под Б-плент удалось. Да, там только Фрид оформил минуса, ликвидировал. И Зомби, как раз-таки Зомби из железного бета, как его прозвал у нас Герман. Но сейчас команда ОХЗ зайти зашла, поставила фугас с удержанием. Здесь, конечно, проморгали. Ну что, Тео, поехали смотреть, как будешь отыгрывать под коннектором и будешь ли вообще. Нет, он все-таки дропается на мидл, будет прокид. Но если пойдет на шорт, там М-ка будет его в упоре принимать и сможет ли он его перестрелять. Здесь М-ка будет выходить. Мне кажется, ай-яй, хотел, хотел, хотел М-ка, конечно же, выходить, но все-таки не решился. Но и очень хорошо для М-ки, потому что там и Вейзик был, и Тео два игрока все-таки даже на размене бы сыграли. Это было бы в плюс для атаки. Но вот опять же, Вейзик с Тео отходит подальний на мидл, фрид также к ним стягивается. Но звено Зи плюс Райден играют пока что просто на ожидание поджимов от Омаса, либо от Света. Но тоже команда Вейвики сыграет сейчас в закрыто. Но это есть, так скажем, в этом моменте есть и немножко отрицательная сторона для команды Вейкса, потому что если упадет в глубине планта именно Ятагат и Свит, времени для смещения, по сути, не будет. И это сделает смещение только один Гантели. Но одному ему туда идти не надо. Поэтому если упадет Аплент, то можно делать вывод о том, что команда Вейвики будет играть на ритейк. Но здесь первый минус Альзи есть, но и размены сейчас должны полететь уже. Да, там Гантели находят минус по Фриду. Зи, как правда, закрывает своего соперника. Неплохо здесь Гантели отыгрывает все-таки от машины. Есть минуса Света и Зомбиеса также. Но Изишка остался один. Свет его все-таки добивает. Но приемка, конечно, Ланга была очень хорошей. Моментальная перетяжка, хороший отстрел. Но и сейчас это 14-й раунд для команды Вейвикта с Еспортс. Хотя бы раунд надо брать. Надо брать. Нельзя отдавать 3 раунда в ряд своему сопернику. Очень сложно будет точно так же отыграть. Но как-то пока что выпали вообще игроки команды АОХЗ. Фрид Изишка по 2 фрага. Далее я не вижу вообще никого из игроков. Но вот от Тео наконец-таки есть у нас минус. Тео попытался агрессивно сыграть на коннектор. На данный момент находит минус по Итагану. И перетягивается опять же на мидл. Куда пойдет далее? Так, ну посмотрим. Хаешка от Тео залетает сейчас по идее на шор. Да, и отсюда МК по идее уходит. Но уходит он под двери. А выход под Б-плэнт. Ну и Зомбиес. Ну, я не знаю. Я почему-то здесь за командой Вейвикта спокоен. Потому что когда я вижу здесь Зомбиеса, сразу же знаешь такое спокойствие. От МК есть минус на шорте. Падает у нас Тео. Ну вот очень легко забайтились на перетяжку под Б-плэнт команды Вейвикта. Но все-таки это не фейк. Это не фейк. Это выиграть по Б-плэнт. И здесь остается один райд. Вейвикта. Ну и здесь просто разошлись как надо. И это три раунда подряд. И это, соответственно, три маппоинта. Ну, пока что все неплохо. Все неплохо для них. Раз смогли оформить для себя троечку, то я думаю, ну один раунд-то должны будут дожимать. Ну, опять же, смена сторон. И непредсказуемые игроки команды АОХЗ. Непредсказуемый Фри со своей Кимпой. Я хотел сказать со своим читаком, но он на Тактилайт у нас пересел. Вообще, Фридос, мы уже говорили неоднократно, это вот прям универсал игрок и УАшки, и АУК, и Кимпа. И причем Кимпа двух видов. И с читака, и с Тактилайта пострелять любит. Так что, молодец. Молодец, Виталия. Ну и сейчас мы с вами посмотрим, будет ли этот камбэк со стороны команды АОХЗ. Три раунда в ряд надо забирать очень срочно. Если же хотя бы в одном оступается 1-1 по картам и придется воевать на третий. Так, ну посмотрим. Здесь эта команда, вы видите, попытка быстро задушить соперника. Что говорит вот этот выход, как раз таки, под лонг. Но здесь Тео закрывает сразу же. Первого оппонента Тео попробует сыграть еще дальше. Там зомби, очень хорошо действует. И Циит забирает сразу же Фридоса. У нас и минус Вейзик. Это Зи и Райден вдвоем против четверых. Их задушат, их задушат. Здесь Райден остается 1-4. Вы и Витисы гордо будут сейчас, наверное, уже выходить на третью решающую карту. Если, конечно же, Райден здесь не заберет минус 4. Но одного уже ликвидировал, так что осталось разобраться с тремя. Да и там парни-то битые. 60 КП, 39, 59. Ну, по сути, те же самые 60. Будет открываться на мид. Там МКЗ БТРом находится. Видит его ноги по ногам. По ногам можно будет простреливать. Но, тем не менее, три ствола. И куда стрелять, что делать, Райден так и не смог определиться. Это 16-й раунд в активе команды Вейвик ТСЕ Спортс. 1-1 по картам. Третья решающая.